Производственные объекты, школы и детские сады, дома, культура и спортивные площадки. В республике один за другим реализуются инвестиционные проекты. Напомним, на заседании Высшего экономического совета было принято решение в течение месяца еще раз обсудить программу развития региона с руководителями муниципалитетов. Рабочая группа побывала в Козловском районе. Делегация во главе с Олегом Николаевым на месте обсудила точки роста муниципалитета. Когда-то эти места были отрадой для взора туристов. Потом была полоса затишья. Сегодня город-сувенир на Волге снова хочет слышать вместе с шумом прибоя звуки швартующихся теплоходов. Но из-за отсутствия причала речные пассажирские перевозки остаются под вопросом. Обходят Козловку стороной и туристические суда. Нужен комплексный план по развитию местного туризма. И здесь без инициативы жителей, органов власти не обойтись. И всю эту колоссальную красивую территорию открыть для пешеходов и для гостей этого города. Создадим музейно-образовательный комплекс. Нам, конечно, нужны, безусловно, туристы. Город Козловка, город-легенд. Реконструкция набережной, строительство причальной стенки, создание музейно-образовательного центра геометрии Лобачевского, развитие спортивно-туристического комплекса «Птичий полет» и создание экопарка «Радуга» обойдется примерно в 628 миллионов рублей. Программа «Чувашье сердце Волги» нам позволяет как раз все это объединить. И, очевидно, город Козловка и город Марпасад однозначно должны быть объединены в один цельный проект. Нужны причальные стенки для того, чтобы здесь могли останавливаться, прежде всего, теплоходы. В случае реализации всех наших задумок, конечно же, эти города получат новый импульс, прежде всего для развития потребительского рынка, для развития малого и среднего предпринимательства. А в селе Байгулова строится новая школа, и это уже инвестиция в будущее поколение. Работы планируют завершить к середине августа. Внутренняя часть школы завершена у нас, как говорится, почти полностью. Только осталось маленькие ремонтные работы по покраске и ремонту стен. Сейчас продолжается работа по школьному стадиону. 1 сентября школа примет 165 учеников. При строе смогут заниматься еще 40 дошколят. За школой очень большой стадион, там беговая площадка, 400 метров с тремя полосами, там волейбольная площадка, площадка для баскетбола и для многих игровых видов спорта. Она будет очень востребована. Для самых юных козловчан в этом году построят новый детский сад на 160 мест. На эти цели выделено почти 160 миллионов рублей. Проект – аналог того, что построен в столичном микрорайоне «Новый город». Типовые проекты заметно сокращают сроки согласования, сроки строительства и снижают затраты. На Козловском автокомбинате члены рабочей группы ознакомились с производством и посмотрели выпускаемую линейку техники. Мы подготовили фрезерный станок и в этом году начинаем выпуск. Кроме плазменных станков выпускаем уже лазерные станки. То есть мы продолжаем увеличивать наши площади. Изменится в этом году и облик физкультурно-оздоровительного комплекса «Адл». Рядом появится футболь на поле с четырьмя беговыми дорожками, комфортными трибунами и электронным табло. На это республика выделит 30 миллионов рублей. Всего ближайшие пятилетки муниципалитет реализует 93 проекта инфраструктурной направленности. На эти цели потребуется 3 миллиарда рублей. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Юрий Марков. Республика.